Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Душка. Сегодня у меня в гостях заместитель начальника генштаба ВСУ 2006-2010 годов Игорь Александрович Рабаненко. Игорь Александрович, доброе утро! Доброе, если оно такое. Ну смотрите, мы живы, мы побеждаем. Значит, доброе. Мы надеемся, но, к сожалению, из-за обстрелов наших городов российскими террористами гибнут люди, ранения и так далее. Поэтому мы боремся, чтобы утро было доброе в нашей стране. Скажем так, для войны у нас утро доброе, как мне кажется. Игорь Александрович, давайте сразу поговорим о том, что сегодня мы будем обговаривать. Что даст Украине четвертый Рамштайн? Чем ленд-лиз отличается от Рамштайна? Когда заработает этот ленд-лиз? И какие поражения ожидают Путина в связи с ленд-лизом в Украине? Особенно после передачи, вроде как, самолетов, о которых заикнулись вчера Штаты. Поговорим об этом сразу после Блиц-интервью. Готовы к Блиц-интервью? Конечно. И вопрос первый. От армии Беларуси уже не стоит ждать наступления? Возможность не надо исключать. Почему? Потому что россияне готовят свои резервы, в том числе, например, танковый корпус. И в случае его формирования, подготовки и заведения в Беларусь, будет возможность реальное действие, соответствующее севера. Поэтому мы пока держим определенные там силы и контролируем с помощью нашей союзной разведки за этой ситуацией. Это будет армия Беларуси или это будет армия России со стороны Беларуси? Если такое случится, то, скорее всего, будет армия России однозначно. А насколько Беларусь, настолько к этому моменту сможет ли Путин окончательно додавить Лукашенко для того, чтобы это произошло? Если они будут наступать, то по какому направлению? Киев, Луцк, куда пойдут? На Киев сложно, хотя авантюрно можно и на Киев, для них сложно, поскольку у нас серьезная сейчас оборона, но и по другим направлениям тоже. Но, скорее всего, Путину здесь надо показать, как минимум, какие-то действия для пересечения поставок Запада в Украину, что они неоднократно декларировали. Какое количество хаймерсов позволит ВСУ наступать? Смотря какое наступление, надо иметь в виду. Если наступление на юге по освобождению Херсонской, Запорожской областей, а также приостановление наступления российского на восточной оперативной зоне и отодвинуть российские войска от Харькова, чтобы они не доставали город хотя бы с вольной артиллерии, лучше реактивной, то и должно быть больше сотни. Ну, а сейчас, как известно, около двадцати. А если это имеется в виду организации проведения код наступления по очищению полностью нашей территории от вооруженных сил противника, то их должно быть где-то двести пятьдесят, триста. Ну, там в совокупности должно быть бронированных машин около двух тысяч, гаубис около тысячи, дронов, камикадзе около тысячи, танков около пятиста. То есть по совокупности одними хаймерсами вопрос по выбитию и разбитию вооруженных сил Российской Федерации не решишь. А столько будет техники? Может и будет весь вопрос когда. Если конец будет близок, Путин решится применить ядерное оружие? Такая возможность не исключается, но на текущий момент вряд ли. Это надо иметь в виду, что он сделает тогда, когда будет очевиден его проигрыш, а проигрыш может быть воспринят его окружением как его политический конец, а возможно не только политический. А можете назвать три признака, что такое проигрыш Путина? Проигрыш Путина – это проигрыш вооруженных сил Российской Федерации в Украине. И это один и главный, не надо трех. Хорошо, а что такое тогда, объясните, что такое проигрыш Российской Федерации, войск Российской Федерации в Украине? Это какое-то конкретное… Значит, разбивается на две задачи. Ближайшая задача – это восстановить контроль как до 24 февраля. Дальнейшая задача – это на 1991 год освободить территорию от россиян. Давайте о современном оружии поговорим. Какой ад оно может устроить российской армии, когда приедет в Украину? И вот давайте по порядку. Объясните мне простую вещь. Чем отличается формат «Рамштайн» от «Ленд-Лиза»? Только вот простыми словами. Что нам поставляют? Оттуда и оттуда? Или как? В чем разница? Почему одно лучше, другое хуже или одинаково? Естественно, это не одинаково. Но «Ленд-Лизовская иллюзия» существует. Что вот «Ленд-Лиз» когда-то начнет действовать, и тогда будут массовые поставки. «Ленд-Лиз» – это инструмент в руках президента Соединенного Штата, который он может пользоваться уже сейчас. А может не пользоваться. В полной мере. А вот в полной мере это пока не происходит. «Рамштайн» – это привлечение. То есть это касается «Ленд-Лиза» организации помощи финансовой и военной президентом Соединенных Штатов Америки. То есть благодаря подписанному закону он имеет возможность быстро и эффективно это делать. Пока мы этого не видим. Почему? Извините, давайте уточним. Второе – потому что они военно-политические подходы. То есть Блинкен, Остин декларируют одно. Отчасти это делает президент. Но реализации в полной мере мы не видим. А почему 4 месяца назад Остин – это представитель Соединенных Штатов? Да. Он заявил о стратегически новой задаче. 4 месяца назад, конец марта, на «Рамштайне» первым. Теперь переходим к «Рамштайну». Это был представитель США, призывающий всем помогать. Есть затраты 40 миллиардов. Из этих 40 – 9 миллиардов. Кстати, из 9 миллиардов всего только 50%. Ну, было 40, сейчас 50% использовано этих денег на приобретение техники. Ну, которая нацелена именно Украине. А почему не больше? Потому что есть резервы, еще потом используют по лингвизу. Поэтому вопрос в том, что американцы декларируют, делают что-то, но, на мой взгляд, не в полной мере. И у всех есть всякого рода трудности, но просто не реализуются два момента в поставках. Масштабность и скорость. И пока это не будет осуществляться, а только декларироваться, а поставляться в малых количествах, стратегических изменений в ситуации у нас на фронте, к сожалению, не будет. Я еще просто пытаюсь разобраться. Смотрите, ленд-лис – это чисто американская тема, да? Это оружие исключительно от Америки, правильно? Это не оружие. Вот это, кстати, дилетантский подход очень многих наших, так сказать... Объясните это. Я объяснил уже, вы меня не услышали. Я сказал, что ленд-лис – это инструмент в руках президента, который позволяет быстро решать вопросы военно-финансовые в обеспечении поставок. А делает он это или не делает, вот надо давать ему оценку. Это не вопрос с такого-то числа или с этакого числа. У них это была возможность сделать вчера. И есть возможность сегодня. Но происходит то, что происходит. И это не количество техники, которые выстроены. Сказать, вот эта техника по ЛН-двизу, а вот та техника по Рамштайну. Рамштайну надо, потому что собирают уже четыре, как вы знаете, были встречи. Разные онлайн, не онлайн. И для того, чтобы участвовать и показывать пример лидерства, потому что в этом Британия задавал Джонсон, как известно, в действиях, то американцы, участвующие там, они должны тоже проявлять себя и говорить, «Мы собрались, сейчас поставляем». И поставить аж четыре еще дополнительных хайверса. Вот радуйтесь и проводите вокруг этого, так сказать, соответствующую работу. Мы радуемся даже одному доллару или одной винтовке, или там… Ну, спасибо им, как говорится. Но надо четко давать характеристику действия. Потому что может кто-то, потому что делает. И какие мы имеем результаты в это время на фронтах. Потому что мы каждый день теряем, как уже говорилось, в зависимости от боев, где и как они проводятся, значит, десятки, сотни наших людей, лучших людей, я хочу обратить внимание. Поэтому у меня очень критический подход к оценке того, что происходит в смысле помощи. А когда это все будет на фронте, то, что обещано? Ну, то, что обещано, то, в общем-то, как-то поставляется в количестве заявленных. Прошел Рамштайн четвертый, они пообещали четыре хайверса. Я убежден, что они будут. Но четыре. А Словакия, маленькая Словакия, дает нам 12 самолетов в рамках Рамштайна. Для того, чтобы она нам передала, маленькая Чихия закрывает небо над Словакией. Вот не решается закрыть над Украиной. А маленькие государства, понимая, чем это и как может обернуться для нас, вот оказывают такую эффективность в помощь. А Большая Америка боялась это сделать и тогда, и пока еще. Даже с советской техникой, значит, не решается сейчас. Но работают в плане своего вооружения. Да, это Бог. Но весь вопрос в том, а когда это видим. Кстати, они отвечают, когда. Вот о том контнаступлении, которое Остин сформулировал, которое бы обеспечило понижение уровня вооруженных сил Российской Федерации, а это значит и всего государства, то их руководство, Кирби Адмирал, такой представитель, это руководство военного, сказал, что, ну, может, тут вот на эту, если успеем, если как поставки, вооруженные силы смогут, значит, провести оперативного уровня, наверное, действия. На юге, возможно, это было бы хорошо, все понимаемо. Ну, а в целом, по освобождению территории, это весна следующего года. Вот вам и ответ. То есть раньше можно было бы, мы готовы, то есть по поставкам были бы, мы подготовились уже бы и сейчас, потому что до весны следующего года достаточно времени, и если будет продолжаться война, а не решиться вопросы нашей победы раньше, то дальше будут погибать в первую очередь наши военнослужащие, а также и цивильные, от бомбардировок, ракетных ударов и всего остального. Проигрывают их действия в том, что Путин ставит политические задачи, не учитывая военные возможности. И раньше или позже, ну, во-первых, они уже расплатились за такой подход провальной первой стратегической операции, Блицкрип, именно поэтому. Вот, и вторая тоже, значит, не выполнить те задачи, и так, как они планируют, потому что политическая преуалирует над военным объективным. Им по делам. Вопрос, конечно, времени, но результат будет однозначно. И в ЦРМ стратегически вооруженные силы Украины и здесь тоже выиграют. Вопрос по времени. Получается, что пока Рамштайн, по Рамштайну нам дали больше возможностей, чем по Ленд-Лизу? На текущий момент возможно, но мы должны понимать, что американцы в Рамштайне тоже участвуют. То есть, Ленд-Лиз — это еще раз какие-то заблуждения. Это просто инструмент. Там один, а тут второе. Но Америка и там, и там решает вопросы по обеспечению. Но делается это медленно. Вот и ответ. Просто мне интересно, по какому из принципов может действовать быстрее? По Рамштайну или по Ленд-Лизу? Потому что мне хочется, чтобы... По принципу, что если поставить задачу, то есть они задачу поставили стратегическую 4 месяца назад, а потом за ней должно быть не просто декларировано эта задача, а ее логистическое обеспечение. А на уровне этой задачи нет стратегического обеспечения. Даже оперативного нет обеспечения. По выполнению предыдущей задачи для вооруженных сил Украины это значит успешно закончить оборонительную операцию. Мы с вами обсудили, что это значит на 2500 километров остановить продвижение российских войск. Эта задача пока еще не решена, потому что на текущий момент не выровнены даже потенциалы вооруженных сил Украины и Российской Федерации. Что надо сделать, чтобы выравнивание достигнуто? Остановить их, а потом, превышая потенциал, накопить силы для стратегического резерва, который потом используют для освобождения территории. Поэтому американцы, видите, уже по заявлениям их представителей, военно-политические, выстрелили все это аж до весны следующего года. И там ответы на поставки. Они от формы, то ли это Рамштайн, то ли это Лингвиз. Это зависит от принятия решения, в первую очередь полистического, ну и потом обеспечения, выполнения этого решения. А можете мне назвать три вида вооружения, или как это правильно говорить, которого очень боятся российские генералы и Путин, которые есть у наших союзников, а пока нет у нас? Ракетное вооружение, противоракетное вооружение и авиационное. Но, понимаете, раскрывая каждое, это повлекется собой. Например, ракетное вооружение — это же те же системы залпового огня, если будут поставляться ракеты Атакамс до 300 километров. А есть ракеты на эту же систему, как Хаймерс, и до 500 километров. А я говорю, ракетное направление, да, ну, то есть не буду повторять. И точно так же авиация, авиация есть истребительная, есть, значит, ударная. А нам надо брать сейчас, в первую очередь, универсальную. То есть я сторонник, который более приспособлен к нашим аэродромам. Это не F-16, там, маленький, с малым радиусом действия боевым, а, например, F-18 в совокупности с F-15, последней модификацией. Вот пока надо брать такую, и даже не А-10, что... Потому что А-10 применялся успешно в Ирадской войне, штурмовик, да, в связи с тем, что было небо, они господствовали в небо. А здесь у нас не так. Опять-таки говоря о том, что они превосходят нас. Они не господствуют над Украиной, но превосходят нас в авиации. В разы. В артиллерии в разы. Вот это надо менять. И быстро надо менять. Когда Украина вернет свои территории, война окончится или Россия будет еще нападать? Что понимать под войной? То есть наступит перемирие, а это еще не мир. Япония с Россией со Второй мировой войны не в состоянии мира. Сколько времени прошло. Мир наступит с Россией только тогда, когда будет смещен путинский режим, и не придет аналогичный. Есть изменена социальная ситуация в самом этом государстве. Стена на границе с Россией. Поможет сдержать агрессию России в дальнейшем? Да нет, это Яценюка, иллюзия для того, чтобы там потратить деньги. Это стена, сеточка, ничего она не загораживала ни в 2014 году. Это решение пограничных каких-то вопросов по проникновению иммигрантов или нарушения. А с точки зрения военной она ничего не дает. Даже бетонная стена? Даже бетонная легко разрушается, делаются пробоины в этих стенах и дальше решается так, как надо с военным. Стена – это не средство военной остановки. Рубежи оборонительные – это не стена. Вот это серьезная система оборонных рубежей. Это да. Стена – это коррупционное вкладывание денег, если с точки зрения военной. С точки зрения пограничной это может работать. И там поляки делают, страны Балтии, с россиянами, у кого там границы соответствующие. Да, они решают определенность. Но абсолютно не военные. Там ее танкам наедут, где надо, и дальше все пройдет. То есть с военной точки зрения вот так. А скажите, а почему рубежей не было нужных? Почему? Это неверно. Вот те рубежи, которые были в районе проведения АТО или операции объединенных сил, они позволили долгое время нам держать. С военной точки зрения, вы же посмотрите, какое у нас было вклинение. Там тот же Остреево, Северодонецк, и дальше, если посмотреть, и все. Какие были бои, как раз использование. Там, где было использование для тех побежей, у них были большие потери. И, значит, давали нам возможность долго за них бороться. Время – это очень существенный фактор. Вот. И главное, что в ходе этого времени происходит ослабление военного потенциала вооруженных сил Российской Федерации, а это одна из наших стратегических задач. А такие вооружения со стороны Беларуси были? Какие вооружения? Сооружения, простите. А, сооружения. Ну, да, они сейчас продолжают. Им же надо показывать активность Путину, что они что-то там делают. Вот поэтому нападение и все страны НАТО будут нападать, а Украина уже вот вчера должна была напасть, сегодня и завтра. И поэтому надо это дело все изображать. Поэтому они строят оборонительные рубежи на своей территории. Но Путина это как бы мало интересует. Ему надо отвлекать нашу группировку, которая граничит с Белоруссией. Вот, а еще лучше бы вовлечь с точки зрения Путина Белоруссию в эту войну. С первой точки зрения Крымский мост – это важная цель? Его стоит подрывать? Важная. Но вопрос сейчас уже в том, когда это сделать. То есть сейчас подорвать для того, чтобы они активизировали больше массовое свое вооружение. Есть вопрос. Когда это будет целесообразно в поведении контраступательных действий, конечно, это надо будет делать. И я думаю, это будет сделано, если будет такая необходимость. У нас сейчас, на мой взгляд, вот ракетные удары наносятся. Поэтому надо изыскивать возможности уничтожать не только ракеты уже в полете, как воздушные цели, аж двумя насамцами, которые нам когда-то дадут. Или истребителями, которые нам когда-то дадут. А мы пять месяцев уже воюем. А носители этих ракет до пуска. Это значит, из Кандеры до того, как они пустили, которые бьют из Белоруссии, из областей переграничных. Это значит, самолеты, которые понесут на их аэродромах, в воздухе. Это значит, корабли, катера, подводные лодки с Черноморского бассейна. То есть вот у меня подход такой, что в очередности по нашим возможностям. Поэтому возможности наши надо в этом смысле расширять. И уже можно ловить, уничтожать корабли, лодки в Черном море. Независимо, где бы они были. У нас уже есть такое оружие. Ну, гарпуны есть. Гарпуны есть, Нептуны есть. Какое их количество и как. И вопрос, когда это делать. А Москва как потопили? Красиво. Как красиво. Вот надо красиво дальше топить остальное. Сколько стоит жизнь русского солдата для Кремля? Ну, я в рублях и в долларах, думаю, не измерять. Однако очень мало, поскольку у них такое обращение. И это видно потому, как они их бросают в ходе организации ведения боевых действий. А еще меньше стоят те граждане украинские, которые ловятся на оккупированных территориях и бросаются в бой впереди этих мало чего стоящих российских солдат. Поэтому у нас другое отношение к своим солдатам. И это правильно, мы этим гордимся, мы их ценим. Путину все равно, что будет с его солдатами. А российским генералам на фронте тоже наплевать на своих ребят? Ну, совсем наплевать я бы не сказал так. Им надо задачи выполнять, и поэтому многие из них таким образом себя ведут. Но, с другой стороны, они понимают, что такое отношение не позволит им достигать своих военных задач. И в связи с этим, поскольку это не склеивается, у них не получается, то они лезут на передовую из командных пунктов удаленных. Это не получается решать. Залезает, наводится, пасть порву, мегаловы, калю, порядок на нулях, и там гибнут. Или там, собирая для разносов на пунктах управления, работает наша разведка. Вот работает после этого, или в ходе прямо в разведке, в онлайн, определяется местоположение пунктов управления, наносится удар, и снова гибнут вот эти генералы, которые, как бы, он бы наплевать хотел бы на этих солдат, но так не может, потому что эти солдаты должны будут выполнять задачи. И вот он должен найти какие-то дела. Личным примером, там есть командиры разного уровня, показать, гибли от чего. Вот. Но вот их ждет такая судьба, потому что они ввязались в несправедливую войну со всеми последствиями для их, их вооруженных сил и их народа. И это справедливо. Скажите, а русский солдат может поднять бунт против русского генерала? Может. Если сложатся современные условия. Кстати, сейчас интересный момент. У них заканчиваются короткие контракты. То есть, после начала, ну, сначала они, в общем-то, им не надо было, потому что Блицкрик, будет победа, парад будет там, покрещать и все остальное. А когда все это развеялось, значит, они поняли, что надо набирать. Призывников давлением переводили в контрактники, хотя бы на короткие сроки, так называемые, от трех месяцев эти контракты. Они заканчиваются, и, посмотрев и разобравшись, эти военнослужащие хотят возвращаться домой, а их делают преступниками, применяя все незаконные меры в нарушение своего даже законодательства. И поэтому возмущения растут, в том числе и семьи, и матери, как известно, все. Но, опять-таки, поскольку длительно, определенным образом воспитаны, значит, граждане Российской Федерации, они по-разному себя ведут, тем более вот тем, кому за 50. Они в большинстве с советскими подходами, и поэтому даже к своим детям, которые там претерпают всякие перипетии с ними, раненые, с которыми незаконно так обращаются и так далее, значит, они говорят, что надо выполнять свой долг перед Отечеством и так далее, несмотря на то, что это происходит. А молодежь до 30 лет, видя, что просто те, хотя бы возраст призывной, подняли, но все равно, понятное дело, что в первую очередь воюют молодежь до 30 лет. Это имеется в виду рядовой, сержантский состав, то есть те, кто выполняют задачи в первую очередь, непосредственно. Они все больше протестные, проявляются по разным причинам, в том числе и про те, которые я уже сказал. Так что все это, и выезды по разборкам генералов туда ближе, это тоже одна из причин, когда кто-то где-то там возмущался, надо навести порядок, расстрелять там несколько человек или группу публичную и так далее. То есть... Были расстрелы? Это имеет место. Но про них они, конечно, закрывают, не говорят, но отдельные, конечно. А бунт близок, солдат, или нет? Ну, бунт в том плане, как вы понимаете, на всю Россию, на все вооруженные силы. Не-не-не, меня интересует фронт. Фронт, отдельный случай. Чем более сильно будут выглядеть наши действия, и сложнее, и тяжелее будет им, тем больше случаев, то, что вы понимаете, под бунтом будет происходить в их вооруженной силе. То есть, ближе косник, на каком это шагу. То есть, побеждающие, они не бунтуют. Бунтуют те, кто терпит поражения, которые наиболее тяжелые и так далее. То есть, их надо в это состояние перевести. И два последних вопроса, очень коротко, потому что мы БЛИЦ немножко превратили в аналитическую часть, но на самом деле очень интересную, спасибо большое. Два последних вопроса. Чего больше всего боится Путин? Проигрыши в Украине. Что бы вы сказали Путину, оставшись с ним в одной комнате наедине? Ну, я попытался с ним решить вопросы принципиального характера. Он про дзюдоист, все остальное. Ну, а там как Бог бы разложил ситуацию. Спасибо вам большое за сегодняшнее интервью, за то, что разложили все нам по полочкам. Мы ждем оружия много. Мы ждем оружия быстрее, что важнее о том, что вы говорили. И мы ждем, пока сами российские солдаты поймут, что их предают их же генералы. А точнее, предательство находится в Кремле, и их заставляют умирать непонятно за что. И тогда бунт этих солдат может спасти им жизни. Я правильно вас понимаю? Да, дай Бог, чтобы как можно быстрее реализовалась вот эта ваша последняя фраза. Это очень важно для нашей страны и нашего народа. Продолжение следует...